Здравствуйте! Датой и событием, которое произошло у нас в прошлом году, вот это у нас проходил третий фестиваль «Золотой ключик». Вот сейчас находится продюсер этого фестиваля Александр Мохотин, он и генеральный продюсер, член национальной спилки кинематографистов Украины. В общем, это известный человек на Украине. И как получилось, Александр, что вроде бы как Николай уже станет второй пропиской вашего фестиваля? Так или нет? Как это получилось? Мы надеемся, что так будет. Хотелось бы. Получилось, но случайного в жизни не бывает, все в жизни промыслительно. И когда мы стали заниматься детским кино, то познакомился с Валентином Письменной, который здесь снимает детские киножурналы. Детские предки. Детские предки. И я приехал сюда и познакомился с интересными людьми, которые любят творчество, любят кино, театр, телевидение. И такая благодатная почва. Я увидел везде позитив, творчество. И как-то вот сюда все сложилось так, что в Коблево и в Николаеве на двух площадках мы в первых числах июня сделали красивый, можно сказать, международный фестиваль Академия кинотеатра и телевидения «Золотой ключик». И он так хорошо получился, потому что была поддержка людей здесь, властей, творческих людей, и директор театра, и заводелом культуры области города, руководства города области, ваша поддержка. И как-то вот после этого захотелось продолжить этот творческий вот такой тандем и сделать здесь основную у нас в Киеве, допустим, площадку, и вторую сделать в Николаеве, чтобы сюда могли приезжать люди со всех регионов Украины и не только с Украины. У нас еще союз национальных культур, меньшин, скажем, которые проживают на Украине, Гурбан Абасов, он сопредседатель оргкомитета, и мы здесь тоже провели концерт дружбы национальных культур, и все национальности, которые живут в Украине, тоже чтобы приняли участие в этом вот творчестве. И через кино, театр, телевидение такие основные направления, но мы любые направления приветствуем, потому что творчество, оно не имеет как бы особых таких вот границ. Вот у нас дальше подтверждение ваших слов, эти молодые люди будут говорить о новом направлении вашего фестиваля теперь. А сейчас я хочу предложить посмотреть отрывок из передачи, которая была по поводу вот того фестиваля, который был прошлым летом, в июне месяце. Давайте посмотрим, и вы постарайтесь это комментировать, что происходит. Хорошо? Давайте. С удовольствием. Это наш баннер, где наши партнеры, которые здесь поддерживали нас. Это люди, филы, структура. Это как раз база, русский театр, база... Летний дворик. Летний дворик, это Николаевская база этого фестиваля, будем так говорить, правда? Да. Ну вот, Артем Пескун. Есть и дорожки вот есть такие красивые. Это подготовка к открытию. Да, да, да. Это сессии, знакомства. Все ждут приходов гостей. Ага. Вот губернатор. Вот губернатор сейчас. Это участники. Это они идут. Возраст какой? Есть ограничения по возрасту? Ну вот, такая торжественная минута по этому поводу. Вспоминаете вы, да, Александр, да? Татьяна Васильевна, цимбал. Цимбал, известная, деятель телевизионный на Украине. Владимир Быстряков. Быстряков, композитор, вот там. А вот идет очень известный человек. Григорий Пашенко. Григорий Пашенко. Бой идут одни старики. Он сам с Николаевичем. Он сам Николаевич, да. Это группа селфи. Группа селфи. Болгарская делегация. Режиссер Васил Барков и киношкола. Ольга Воробьева, хореограф. Это Благов из Одессы, певец, приехал поддержать. Это его команда музыкантов. Ирина Жамаль, хореограф из Израиля. Из Израиля, женщины, конечно, и девочки, так сказать, одели самые лучшие, самые нарядные. И вот идут вот под дорожки. Даже сейчас. Виктор Смирнов режиссер. Да, да, да. Мероприятие. Чувствуется, что люди приятно волнуются там. Правда же? Это как-то передается вот через их. Ну, какие направления были задействованы в этот раз на фестивале? Театр? Театр у нас не было в этот раз. Хореография. Хореография. У нас телевизионное направление с Татьяной Василиной Цимбал. Мы делали в Коблево такие визитки. Дети делали, учились перед камерой стоять, учились говорить, мастер-классы. По художественному слову был конкурс большой, и дети с Николаевщины читали стихи, читали отрывки, читали собственные произведения. Ну и получается кино. Болгарская киношкола привезла кино. Наши киножурналы с Одессы, Гуголь-Моголь, Детки и Предки, Болгары показали свое короткометражное кино, которое снимают дети. И мы показали свои фильмы, которые в Украине выпускают последние годы. Детские короткометражные кино, анимационные фильмы. И наших, что мы на ключике снимали учебные четыре короткометражных фильма, которые мы сняли в прошлом году во время фестиваля. И так как-то все это красиво получилось. Хочу вас поближе познакомить вот с соседкой, которая сидит справа от вас, да? Это Виолетта Антоненко. Это наша закоперщица. Она девятиклассник 25-й школы, но... Вот сразу, Виолетта, пока я тебя не приставлю, сразу говори свой номер телефона. Говори изменить. Хорошо, 066-2030-687. Повтори, пожалуйста. 066-2030-687. Вот. А это, значит, она хочет обратиться ко всем детям, которые живут у нас в районах, что она ведет у нас здесь, в городе, в Витовском районе, журналистский кружок, или как, школа журналистики. Да, школа журналистики. Ну, расскажи. Да, вот пришла такая идея. Изначально эта идея была заложена в школе. Мы общались с директором школы, потом с завучем, и решили организовать кружок школы журналистики. На это подтолкнул даже фестиваль «Золотой ключик», общение с вами, Виктор Данилович, с вами, Александр. Извиняюсь, очень слабо. Олегович. Олегович. Вот. И решили организовать кружок сначала в школе. Ну, Витя решила, что одна я не справлюсь, и попробовала подключить моих знакомых журналистов, вот вас, там, Бережную, чтобы давать мастер-классы, детям, все-таки опытные журналисты. Да, так мы, значит, что уже тут намудрили все вместе, да? Они, она поехала с своей мамой в районы, в район, в Витовском районе, в школы, в районные дома культуры, и там она нашла детей, они начали это снимать на видео, начали монтировать и показывать у нас... Уже сценки полноценные. Нормальные полноценные сценки. Чтобы иметь представление, что такое Вита, я сейчас хочу. Она написала журналистский опус, я попросил ее, чтобы она сейчас здесь его почитала. Пожалуйста. Хорошо. У меня была растерянность насчет того, какую же статью все-таки прочитать. У меня множество тем и экология, и природа, и Николаев. Ну, думаю, раз уж говорим тут о журналистике, расскажу свой текст про средства массовой информации. Средство массовой информации стало не как информационные порталы, а как орудия в руках личных политиков, например. Информационные войны все больше и больше заполняют население. За последние столетия СМИ освоили много нового. От печатных газет и до нынешних интернет-изданий, теле- и радиопередач, которые на сегодняшний день и являются главным источником информации, и очень часто предопределяют сознание людей. Большинство людей овладели навыками чтения письма ко второй половине века и стали активно развиваться, получая новейшие и современные виды средства массовой информации. Радио, телевидение и, наконец-таки, интернет. Нередко информацию кардинально коверкают, делая на заказ. Кто платит, тот и заказывает музыку, как говорится. Когда-то говорили, что журналистика – это четвертая власть, а сейчас говорят, что журналистика – это орудие. И ведь правда. Журналистикой можно многое сделать, например, манипуляции с людьми. Вот, к примеру, в СССР вся литература, все новости были подвержены цензуре. То есть не было никакой свободы. А можно ли сказать, что сейчас у нас есть эта самая свобода? Вот, вроде, демократическая Украина, там, интернет-издание никому, ни от кого независимы. Но вот даже журналист, журналист зависим от редактора. Редактор, там, от директора. А директор, ну, тут уже разные случаи бывают, от кого зависит директор. То есть компромат друг на друга с аналитикой, все это суют в новости. – Все? – Да. – Ну, хорошо. – Что там еще? – Значит, ну, давай теперь представляй своих сверстников, откуда они приехали. Расскажи про них. – Это Павленко Виолетта, моя тезка. Ей 9 лет, она с Капустина. Там у нас был, получается, первый основан кружок в студии журналистики. Редько Сергей, участник Греговской студии журналистики. И Склярова Анастасия, тоже с Грегова. – Ну, вот они у нас уже есть снятые, две снятых сценки. А тут они еще сюда приехали, еще одну приготовили. Да? Давайте покажем, давайте покажем генеральному продюсеру всего золотого ключика. Давайте. А вдруг ему понравится, а? И он вас пригласит к себе на фестиваль. Давайте. Верьте или не верьте, жил на белом свете Федот Стрелец. Удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не богат, не беден, не румян, не бледен, не в парше, не в парче. Ну, а так вообще. Служба у Федота – рыбалка, да охота. Царю дичь да рыба. Федоту спасибо. А вот гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, а третий вообще из Гавайи, и всем жрать подавай. Одному омаров, другому кальмаров, а третий муссардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок. Но злости в нем огромадный объем. А у Федота от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Но тут, как говорится, из сказки начало. Так, ну а теперь парень, как зовут парня? Сергей Ребенков. Сережа, ну ты только, чему ты так зажался, ну освободись от этого. То есть так, смотри. Федот, да? А нормально, вот представь себя. Ну так вообще. Ну давай, что ты там? Поэтому он так сидит, что он царь. А ты царь, да? Ну давай действуй. А мы на него заезжаем. Дейте, как царь. Да. Царь! Я царь или не царь? К нам на утренний рассол прибыл Аглинский посол. А у нас в дому закуски, полгробушки, домосол. Снаряжайся, братец, в путь. Да с ней снова нам добыть. Глухаря, аль куропатку, аль еще чего-нибудь. Не смогешь кого винить? Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить? Нечто я да не пойму. При моем-то при уму. Чай не лаптем щи хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается на мне Вся политика в стране. Не добуду куропатку. Беспременно быть в войне. Чтобы английский посол С голодухи не был сол. Головы не пожалею. Обеспечу разносол. Спасибо. Ну вот, такой отрывочек. Александр, как вы на этих... А девочка, что она у нас будет делать? Ты не представила еще, нет? Павленко Виолетта. Виолетта. Давай. А ты что приготовила, скажи? Стихотворение сама написала. Сама написала? Длинное или нет, а? Короткое, нет? Такое. Ну давай, только чтобы не длинное было. Хорошо? Когда идешь, то солнце светит. А когда приходишь, то солнце седает. А когда приходишь до родной комнаты, то ты бачишь, что там на тебя чекают завжди. Вот так вот, да? Очень трогательно. Правда, да? Да. Очень трогательно. Но слишком уж коротко. Давай дальше придумывай. Продолжай. Помнишь про Украину? Украина – найкращая страна. У нее луги, люди добрые. А все знают, что в Украине сыны, девчата, дядьки, дедуси, бабуси, дядьки. Они самые добрые. И Украина – найкращая страна. Она – родная батьковщина. Так ты сама придумала это тоже, да? Ну, ты патриот, слава богу, хорошо. Хорошая стихия. Правда хорошая, да? Все нормально. Искренне. Ну, познакомьтесь, тогда поближе, познакомьтесь с генеральным продюсером. Я думаю, как-то… Вот что мы можем на этом этапе… Да, скажите, вот, да. На этом этапе, вот, как помочь начинать наш процесс совместной работы и творчества. У нас есть YouTube-платформа «Золотой ключик». Мы вам подскажем, как туда заходить, и вы на эту платформу будете выкладывать все, что вы делаете. Вот, хорошо. Можно будет и сценки туда. Все туда. Да, вот туда мы будем. Пока мы найдем кто-то, если мы найдем инвестора, чтобы здесь сделать телестудию. Детскую. Детскую. И родители с других городов и увидят, как вы работаете. И вы посмотрите, как они. И будет такой обмен. Да. Вы знаете, у нас тут очень такая проблема есть серьезная. Я не знаю, как мы будем ее решать с вашей помощью или не знаю как. Дело в том, что вот им приехать сюда, в Николаев, в селах сейчас живут не очень, не очень богато, понимаете. Вот их вот, чтобы сюда привезти, они, в прошлый раз они приезжали, так, сама, это самое, преподавательница. Директор дома культуры. Директор дома культуры. За свои деньги их привезла, понимаете. Нам надо никуда не денешься. Или они должны приехать, или мы должны с ней и с оператором поехать в район. Это лучший вариант. И там вот это все репетировать и снимать. А потом отправлять к вам на золотой ключик. Вот такие вот будут проблемы. Ну, мы подумаем, как эту проблему решить. Хорошо. Так, теперь скажите, какой же ближайший будет фестиваль? Или часть фестиваля будет? Или надо ждать лето? Или что-то зимой будет в Киеве? Вот это вот расскажите. Ну, у нас 21-23 декабря в Доме кино будет как финальный этап золотого ключика. Он будет проходить в формате, как всегда у нас театр, кино и телевидение, будут театральные конкурсы, кто миниатюры, театральные постановки до 20 минут. И будут там выбраны, кто лучше режиссура, там актерская роль, там мысль какая-то художественная. Потом будет телешкола, мастер-классы будут проводить, специалисты, дети будут учиться журналистике интервьюэра, как брать интервью, как давать интервью. И пресс-конференцию будут дети проводить. Мы посадим специальных гостей, которые у нас там есть, известные. Мы сейчас приглашаем, и буквально будет понятно, можно на сайте посмотреть, кто у нас будет. И покажем кино, которое в Украине снимают. Потом покажем кино, мы разговаривали с белорусской диаспорой, и с Белоруссией тоже есть киножурнал, Юморинка, они дадут нам свои серии, и руководители этого журнала приедут на фестиваль, чтобы пообщаться с нами, как дальше сотрудничать. И болгарская киношкола в Болгарии пришлет свои фильмы и свой приветственный адрес. Приехать они не смогут в этот раз, они летом были. И вот я здесь, чтобы вести переговоры, чтобы на следующий год, в те же сроки, где-то с 1 по 5 июня, провести большой фестиваль «Золотой ключик», пригласить сюда и даже иностранных гостей, иностранных детей, которые, меньшинство, которые здесь, есть большие диаспоры, и через посольства выйти на те страны, чтобы приехали дети оттуда и вместе поучаствовали в этом творческом нашем обмене. И посмотрели, как живут здесь их соплеменники, скажем так, какие обычаи и традиции. И тогда, может, снимем какое-то кино. Ну да, конечно, конечно. А журналисты наши будут освещать. Они будут освещать этот фестиваль. Да. Хорошо. Хорошо, Александр. Это очень хороший, обнадеживающий разговор. Я думаю, он так не прекратится. Значит, самое ближайшее это у нас будет в декабре месяце. В декабре. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то приехал из вас. Если будет возможность, то хотелось бы. Мы там не будем каких-то там, постараемся, чтобы возможность поучиться. Наше время истекло. Хорошо, что вы пришли к нам. Хорошо, что вы рассказали. Я надеюсь, что дети из районов подключатся к этому фестивалю. Я думаю, что он пройдет еще лучше, чем был в прошлом году. Спасибо вам большое, что пришли и говорили. До свидания. До встречи на фестивале с золотой ключей. За то, что вы продолжаете наше дело здесь. Нам очень приятно. И мы вам очень признательны. Мне это тоже нравится. Так что я с удовольствием. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»